и так вот далеко сзади вы видите остров это последний греческий остров впереди у нас ждет адриатическое море мы вышли из инического балдывает сильно ничего с этим сделать не можем потому что это такой узкий перешей потом вдалеке слева италия справа горы это албания и мы после вот этой последней горы поворачиваем направо и будем держать курс на черногорию монтенегро звучит так как красиво то напоминаю вам что мы идем из болгарии в хорватию то есть проходим через турцию грецию черногорию и заходим в адриатику и третья часть это наше адриатическое путешествие то есть адриатическое море короче мы вышли уже из инического моря и вот сейчас входим в адриатическое чуть-чуть еще нас будет колбасить потому что вот я не знаю наверно не очень видно волны на камеру все никогда не показывают не знаю надо поснимать но они такие очень неприятные большие нас дергают постоянно но зато красиво хоть какие-то есть плюсы ну что народ увидели какая неприятная погода сейчас у вас как нашу лодку болтает это прямо происходит сейчас здесь у нас нету возможности с этим ничего сделать и мы просто ждем пока это пройдет а есть люди которые в этом ходят постоянно так вот володя капитан который с нами на лодке он ходит в таких условиях постоянно по балтике и у него канал baltic sales и так это ты же вот в этом всем ходишь в этом до короткая волна такая же но я сказала что на монахули немножко проще ходить против против такой волны а катамаран конечно кажется всегда как будто мы сейчас умрем друзья если вы хотите посмотреть как же реально на палтике происходит яхтинг володя вам расскажет на своем канале обо всем о маринах о погоде обо всем 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 о жизненной лодке в этих непростых условиях подписываемся на канал все ссылочки в описании в описании в описании приятного аппетита всего лишь вот такое вот блюдо просто гора мяса навалено на тарелке и есть красное вино вот опять же социки булочка это недовольный они довольны у нас тут сейчас такие большие волны а на катамаране против волны идти очень тяжело вы когда-нибудь видели как под мотором ходят галсами и потом мы сейчас пойдем еще налево повернем пойдет правым галсом короче вот мы голосуемся но не из-за того чтобы идти а из-за того чтобы резать волны ребята купили какое-то вино вот такое я не знаю что это такое мы сейчас попробуем говорят что это какой-то местный сорт такой легенькая свеженькая молодое попробуем кисленькое белое легкое вино но ничего особенного не мне не скажу что вы какой-то прямо великолепно вкусное просто попробовать бокальчиком постоять вот это вино полу вот посмотрите какой у нас сегодня шикарнейший восход это еще все албания а вот спереди горы это монтенегро после вот этой вот ночной колбасни которая была совершенно не по прогнозу но выяснили мы уже почему это просто зона турбулентности потому что адриатическое море сужается между италией и албанией появляется сужение и зона турбулентности то есть усиление ветра wind acceleration zone и wave acceleration zone то есть увеличиваются и волны и волна и вот это вот нас там болтало но мы это уже прошли сейчас ровная водичка нас уже не качает нам осталось до монтенегро до бара где-то около 4 5 часов мы остановимся и будем переждать там погоду потому что ветровые окна здесь сейчас зимой ну прямо плохие вы можете спросить зачем мы вообще поперлись в эту черногорию почему нельзя было сразу идти в хорватию на самом деле это и был наш изначальный план мы должны были сразу прикипли бровник и сделать чек-ин уже прохождение хорватии и дальше идти в сторону сплита где наша последняя . но если мы посмотрим прогноз погоды а мы смотрим очень внимательно то мы увидим что где-то сегодня с четырех часов погода не просто краснеет она чернеет то есть даже если мы идем на попутном ветре у нас будет сзади дуть ветер больше 50 узлов но как вы понимаете на таком ветру если это не застало то если есть возможность этого избежать конечно нужно этого избегать потому что ничего хорошего ветер не несет попутная тридцатка окей не проблема потому что аппарат спит если мы посчитаем у нас будет как бы 20 там 324 что является совсем хорошо а если от 55 мы отнимем нашу скорость и будет там 43 что совсем совсем плохо поэтому мы выбрали просто погодное окно причем мы идем самую ближайшую точку бар мы планируем быть около десяти часов утра а где-то с обеда начинает сильно поддувать и 4 прямо черная прогноз именно по этой причине мы сейчас становимся в черногории пережидаем один день в баре на следующий день посмотрим по окну выходим у нас где-то 45 миль мы доходим я забыл этот город я покажу по карте в последнюю точку в черногории оттуда выходим после чекаута заходим в хорватию дубровники делаем чекин и дальше смотрим потому что у нас там опять с погодой будет все плохо но уже начинает дуть с другой стороны в общем хождение зимой средиземки особенно вода ариотическом море это очень сложно потому что ветра меняются практически каждый день один день дует туда один туда очень маленькие окошки иногда в одно окно не успеваешь пройти и приходится ждать в общем мы идем пока мы поставили парус наша скорость over ground сейчас 9 и 1 over water 84 то есть у нас есть еще там около 0 там 7 дрейф через воду боковой но как бы это катамаран тут ничего не поделаешь я надеюсь такой скоростью у нас получится значительно быстрее чем мы рассчитывали а мне сейчас каждая минута дорога мне нужно быстрее быстрее прийти в бар хорошо видно как начинает раздувать видите начинает катамаран качать если до этого мы шли у нас было ровная ровная вода то есть мы шли такие как трамвай по рельсам то сейчас у нас уже все начинается то есть волны хотя ветра пока еще мало мы увидели принос погоды в котором видно что раздувает раздувает и будет дальше только лучше поэтому чем быстрее мы дойдем тем меньше проблем у нас будет на швартовке на заходе в марину на заходе на таможню то есть чем меньше ветер будет данном случае тем для нас лучше так у нас скорость 8 и 1 и вот спереди нас ждет монтенегро так народ ну что мы подходим к монтенегро город бар находится это все вот там попробую вам это все показать это коммерческий терминал до входа в бухту нам осталось 07 мили поэтому сейчас парус парус будем убирать и заходите вызывать трафик контроль бар трафик контроль а пока мы занимаемся тем чтобы мы заходили в марину не с парусами так если сделал такую систему чтобы вручную не крутить начало можно было делать ручки все ручное а далее автоматическое же веревка что не доставало до паутина я человек паук так связываемся с порта туритесь бар трафик контроль бар трафик контроль бар трафик контроль сэйлин весел дизельпанк поле дуридми пор как обычно с нами не хотят общаться 16 канал ну да бар трафик контроль бар трафик контроль сэйлин весел дизельпанк полинк юридми ну что друзья заходим в город бар это монтенегро или черногория так это все выглядит маячок древний замок на горе из терминалов наливных ну собственно вот идем дальше маячок дизельпанк поле дизельпанк поле дизелала и и сад это по ну короче там такая жесть такая жесть забрали серёжу в ментовку сидит вообще за всех нас одувается с документами перекладывается пачки на пачку полчаса его уже точно нет так что я думаю что с ним что-то случилось если что сейчас будем как в американских всяких там боевиках силы выцеплять его и потом на лодке вдаль уплывать правда шестью узлами далеко не уплыть наверно против всех вот этих вот моторах но кто знает так ну что ж прошло почти два часа час 50 может такое и сергея ведут обратно в компании с шестью ментами я не знаю что они честно предусскажут но пока новости какие-то такие непонятные хорошо это пока или плохо неизвестно но в любом случае его хотя бы видим что его не в наручнике куда-то там затолкали а ведут все-таки обратно к нам что-то марина идем ну чё народ мы уже стоим вот сейчас в марине черногорской бар и я вам хочу рассказать вот этот процесс оформления которые мы только что прошли в этом прекрасном городе это мой первый раз в монтенегро никак кроме цирки это назвать не могу и клоуны и вообще все по полной программе короче мы приходим я говорю чувакам что мы идем транзитом нам просто мы пришли оформиться сделать вам с доброй воли и не сраться с вами потом по радио что мы здесь стоим и никуда из-за погоды отсюда уходить не будем окей да процедура короче заваливает на лодку туча этих ментов и начинают всю лодку перекапывать проверяют открывают достают смотрят все перерывают нахер а ну им это надо вообще непонятно заходишь в лодку лодка пустая даже кровати не постелены что там искать можно пару ящиков открыл я говорю у вас здесь это все время так происходит а не такие нет 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 вы просто не в сезон поэтому мы это все и проверяем вам просто не повезло вы нам работу дали вот мы ее и будем делать мы за это деньги получаем короче это продолжается непонятно какое количество времени они пытаются искать номера где на лодке находятся их найти не могут и начинают меня мучать вопросами где номер я говорю вы это ваша работа занимайтесь понятия не имею где номера они их что-то найти не могли начинают общаться друг с другом лазить в интернет находят в лодке еще две передние кабины решили их тоже проверить чтобы мы там не привезли не иммигрантов не наркотики я не знаю что они там еще ищут оружие может быть короче вся эта хера тень проходит на протяжении больше трех часов потом в итоге они ведут меня в порт авторитис то есть именно в порт контроль сидит там такой старый дед и говорит отчеты по радио со мной не связывался я говорю я связывался у меня даже на видео есть записано как я вас звал а далеко это было я говорю нет у меня на видео есть туда прямая видимость к марине а почему вы не отвечали я вас вызывал а на каком канале на 16 все правильно мы не слышали как вы не слышали если я вас прямой видимости видел и с вами по радио даже общался когда заходил уже на швартовку к полицейскому пирсу короче молчит там вот это вот все вот так происходит короче они заполняют эти бумаги таком советском стиле типа придите выйдите через 10 минут я сейчас зайду там короче это все вот вот так продолжается вот такая херня я прихожу отдаю эту бумажечку в таможне он говорит так у вас в 12 ночи заканчивается у вас заканчивается сегодня в 12 регистрация то виньетка которую вы заплатили я иду обратно в этот сраный порт контроль они говорят нет все нормально я иду обратно короче это вот это вот все они сами не знают как у них это все работает в общем нас отпустили сказали желаю удачи дальше вы знаете что делать и вы перешвартовались сюда в марину в марине на девятом канале ответили все быстро пришел оформляться у них выключился свет потом выключился свет еще раз я им сказал что ребята извините зовите меня по радио я может быть приду чуть чуть попозже потому что это это просто жопа почему так вот нас транзитно встретила монтенегро если бы я знал его хер вообще сюда пошел даже близко к берегу не подошел чтобы себе подальше и ждал бы когда погода придет плохая стал бы где-нибудь в бухте и пускай бы приезжали ко мне в шторм и пытались нас оттуда выгнать ну в общем сезон в монтенегро не ходите вообще не рабочая тема и эти все авторитис просто озверевшие мудачьё поэтому рекомендую делать взвешенное решение но знание у вас теперь уже есть так ну все мы сделали уже все оформления в этой марине от бар марина и стоимость катамарана получилось у нас 59 евро то есть вот такая вот цена на стоянку в этой марине и оформление которое мы делали в порту обошлись там 42 доллара это виньетка на один день нахождение в территориальных водах монтенегро наверное можно было взять на неделю но я думал что этот и так нам все получится за один день сделать но если нет придется заплатить еще раз 40 долларов но я надеюсь что мы покинем эти прекрасные акватории и больше здесь находиться не будем все теперь я вам покажу как выглядит наш пирс и мы идем на нашу лодку очень много лодок с русскими названиями реально очень много есть надо название смешно я сейчас вам покажу вообще моя любимая здесь пока победительница конкурса лучшее название болт холл гостина и вот мы стоим и лон сайдер поставили вот сюда нас шерстили так что копались даже в мусоре реально перри вытаскивали смотрели что тогда доставали коробку от чипсов тут это я потом собирал обратно наши шкурки от оранжа в общем не это напоминает как знаете чайки такие портовые такие возле пакетов макдональдса таки и все разобрали собака загнала детей и есть зачем два кольца но цеплять второе вынимать если застрял ну понятно самом деле здесь все так достаточно грустно выглядит такое впечатление как будто там попал санаторий профилакторий нефтяник в анапе 1989 а ну вот 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 такое вот все там драйдок а это местный пляж каменистый он там народ голый сидит они это в одежде просто показалось ресторанчик на пляже что-то напоминает кубу немного только такое по развитию ну красиво слушай горы эти горы очень великолепно вы когда нибудь видели вот такие теннисные столы вот для меня это например открытие интересно прикольно играть выглядит интересно а здесь идет тренировочки по футболу у детей это именно на борт и можешь починить велосипедности надо там заправить его подкачать марион насос а вот топливо полтора доллара стоит дизель дешевле чем везде это потому что они еще в евросоюз не вступили как и везде куча билбордов разных с рекламой висят там и телефоны и выборы мне было интересно посмотреть что же здесь есть из местных продуктов там взяли там такого хлеба селедки взял и местное пиво так вот есть прикол с этим пивом если ты берешь в стекле то тебе нужно заплатить 50 центов за бутылку но заплатить ты ее карточкой не можешь ты должен заплатить ее только кэшем если у тебя кэша нет тогда бери банку и не будешь пить то что и дают они то что ты хочешь друзья я не знаю я не могу сказать что я от этого города в восторге что-то мне вообще вот он не заходит есть города такие маленькие и они типа окей а есть вот сергей что на этот патент написан а есть просто не заходят он не бар вообще не заходит вот хочу уже быстрее на лодку отсюда уехать вот это как выглядит с этой стороны и кондиционеры здесь и кирпич изразцы что надо что у нас здесь может быть паре в черногории можно сходить на концерт и социализироваться на веру полосковы пойдем на концерт на набережную пойдем мы очень пытаемся на набережную как-то попасть мы видимо заблудились в этом огромном городе о выход спокойно отгоняют козлами ну я говорил что я вас выведу и вы за счет того что сейчас рядышком с нами сформировалась зона низкого давления у нас идут жуткие дожди а там еще и наваливает красненькой зоне прогноза погоды мы будем стоять здесь еще два дня и потом уже начнем выдвигаться в сторону хорватии так что пока у нас погода вот такая все капает тучи висят над городом зацепились за горы это все льет 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 общего отвратительная погода мне не нравится но выбора же нет просто ждем итак мы пришли сейчас капитанарию порта бар и я им сказал что нам нужно продлить виньетку для того чтобы мы могли дальше находиться в территориальных водах монтенегро тетечка сказала что этого делать не нужно потому что виньетка делается только на тот период когда лодка нам налево на тот период когда лодка находится в движении по территориальным водам если мы стоим в марине то мы платим что это фи в марину и типа нам не надо а когда мы придем 17 числа они работают 7 утра и подадимся на check out они нам выписывают все документы на out мы покупаем виньетку на один день потому что мы в течение одного дня будем двигаться в территориальных водах и нам больше это не надо то есть за 42 доллара мы опять просто сваливаем и листу посмотрите на это великолепие наследие совка это такое народ посмотрите на эти здания какое-то наследие совковой архитектуры такое она ужасная night club интересно и конечно же куча рекламы всяких депутатов в общем ничего не поменялось депутаты рекламируют себя везде так у нас в марине лаундри не работает но так как у нас за переход накопилось достаточно много шмота мы нашли лавандарию и идем сейчас туда чтобы это все нам постирали это находится где-то в 10 минутах в центре города и вот мы тут идем с нашим грязным шмотом и сейчас его сдадим будет у нас хотя бы во что-то одеться нормально чистая то видите мою великолепную розовую футболку она уже ни с чем не стыкуется просто уже это единственное что осталось так вот наша лавандария пингвин это то что мы сейчас будем наш шмот сдавать в общем тетечка по-английски конечно же не говорит но по-русски как она говорит на своем местном языке нам в принципе все понятно потому что русский украинский очень похож на то что они здесь используют поэтому завтра в 34 и будет это нам все стоит 12 евро кстати говоря вот эта часть города но насильно лучше потому что мы вчера гуляли там конечно печаль беда я так понимаю что это окраина наверно какие-то вы села уже здесь все так цивильненько хотя вот такой с современными витринами соседствуют какие-то блин девятиэтажки такие оля хрущ в общем такое ну наследие это всего чувствуется но в принципе вот эта часть города уже так поприличнее так куда парк в середине города улица тут на улочке всякие капляшки как разница еще мы купили здесь карточку мобильного оператора и за 10 долларов на 15 дней там какие-то звонки даже по моему есть но в основном это 500 гигабайт интернета то здесь в этом плане достаточно нормальные тарифы можно его раздавать бог у нас тут же сейчас творится короче в этом регионе в адриатике есть два ветра первое это бора который дует катабатические сгор очень холодный очень быстро и прямо жопа и второй югу это который с юга собственно иногда несет какой-то песок так вот сейчас нам это бора как раз все не раздает всю ночь дуло дуло сильно не знаю что там по скорости ветра но когда мы выходили 30 мы видели вообще легко ну наверное там 40 может даже чуть чуть больше по прогнозу был и полто 152 54 в общем вот это вот сейчас раздувает дуло всю ночь мы очень серьезно с вечера обвязали лодку ну идемте посмотрим просто проверим все ли у нас хорошо так в общем здесь все в порядке у ветер сейчас чуть-чуть стих чуть-чуть стих но все равно так хочется идти под углом к пирсу задувает пипец вообще кошмар ну я надеюсь это скоро пройдет нужно а я я прячусь а я ей мамочки сильно дует ну что народ мы уже готовимся к выходу у нас сегодня то время когда ветер будет спадать еще есть гасты но они уже такие что в принципе между них можно пропитать у нас сейчас идет заправка лодки а я вот взял документы и иду в капутанарию делать чека вот посмотрим что они мне сейчас расскажут тут в такое время на улицах еще вообще никого нету то есть я один иду по пустой марине и кстати ко мне тут приезжали друзья меня и нашу команду покатали по ресторанчиком показывали ну все-таки не так все плохо как я изначально жаловался но тем не менее я не могу сказать что я тут прямо в восторге короче нет но благодарность за встречу за теплый прием огромная поэтому ребята спасибо вам большое огромная огромная благодарность показали с лучшей стороны то что мне было бы одному заметить наверное сложно а мы продолжаем идти в капитанарию вот слева увидите такое старого типа здания это и капитанарию здесь мы будем делать виньетку на один день круизинга по территориальным водам и собственно все чекаут вот чекаут сделали мне поставили все штампики я спросил что делать лодку к полиции перевозить но сейчас все-таки дует одно дело выйти из марины другое дело тут маневры по порту делать в общем сказали что ну обычно надо но как бы пройдите дайте им документы спросите может быть они так согласятся но у меня есть по этому поводу сомнения короче заплатили мы еще 42 евро за один день хождение по территориальным водам и все с точки зрения капитанарии нам больше ничего не надо очень долго мурыжили я знаю здесь у них есть такой разводняк по поводу страховки типа а мы эту принимаем а мы эту не принимаем но в данном случае у нас лодка под болгарским флагом и болгарская страховка они не смогли прочитать даже не смогли понять это на 10000 или 10 миллионов или там вообще какая-то сумма но я их убедил что в конце написано . 84 это не значит что страховочное покрытие вот такое точное до 84 центов ну аргумент подействовал они согласились и поставили мне в общем все штампики где-то 20 минут у меня это все заняло платить можно карточкой ну естественно естественно нельзя оформиться просто так нужно лодкой подогнать ее на полицейский пирс вот совок такой просто совок короче народ вы не поверите но мы прошли все процедуры ну буквально минут за пять она все посмотрела забрал бумажки поставила штампик сказала идите в кастом я пришел в кастом они сказали ну все бумажку и что это все какие ну да это все ну короче вот так не верю до сих пор да я готов давайте мне заду отпускайте ничего это от парома все окей все хорошо все хорошо спасибо большое ну все мы вышли народ мы из барухи сваливаем кстати говоря чтобы вы знали что у нас произошло у нас ветром растрепало там сзади матрас но он уже убраны и вот у нас лопнул здесь вот кронштейн вот такая вот история здесь дула ну очень сильно тут битые стекла но я вам уже об этом рассказывал но у нас вот такие вот повреждения на самом деле ничего страшного надо будет просто сварочкой прихватить а потом намертво проволочкой зафиксировать так у нас тут идет сейчас сборка всяких швартовых фендеров и прочего мы уходим из прекрасного места бар который так неприятно нас встретил но ладно друзья чуть-чуть реабилитировали имидж данного места но больше наверняка я сюда не приду потому что ну не знаю тяжело это все мы кстати когда выходили из марины и швартовались на этот пирс полицейский у нас ветер был в бок там узлов 25 наверное на самом деле не так чтобы это фатальное конечно количество но для катамарана у которого очень большая парусность когда дует в бок так себе ну у нас был плюс мы подходили лон сайт мы просто носом подошли правда со второго раза скинули веревки получилось ну ничего там было много места то есть даже если бы мы не получилось там не у нас с первого со второго там можно было безлимитное количество кататься поэтому ну просто вот даже сейчас даже сейчас такие вот мелкие барашки то есть бывает а на порывах так оно и больше естественно 27 иногда бывает но мы уже все сделали и мы выходим в дубровник я до последнего не верю что это вот так произошло я себе даже банку пиво открыл с утра в связи с этим праздником ужас не верю не верю но вот нравится как это красиво выглядит за кормой нашей лодки так то что мы сейчас проходим город тиват это вот вот эта вся акватория если вы туда чуть-чуть назад посмотрите это будет вход в бухту тивата вот мы его уже немножечко прошли до дубровника нам осталось где-то в районе 20 миль мы скоро пересекаем границу между черногорией и хорватии и будем уже в дубровнике оформляться нам как обычно дует в морду немного я думаю где-то около 12 узлов но скоро это прекратится и будет опять штиль наша лодка называется дизель панк дизель панк моторами и идем вот мы уже идем вдоль хорватии смотрите вот это справа это все уже хорватская земля у нас уже интернет монтенегрийский перестал работать и все мы уже находимся в евросоюзе и мы идем в дубровник и в дубровнике будем собственно проходить все оформления в общем сейчас история такая мы заходим в дубровник все происходит уже ночью плохо видно не знаю что там сейчас будет видно но иду просто как по компьютерной игрушке по навигации думаю она здесь неплохо обозначена все-таки популярное место в общем сейчас будем заходить искать по радио естественно никто не отвечает но я думаю что мы к этому уже привыкли в общем это выглядит все вот так ничего не видно так у нас он спереди мост здесь все так узенько вот с левой стороны метров наверное 100 и справа где-то столько же вот можно посмотреть по карте вот мы идем очень узко здесь я только что связывался с с арбор мастером он сказал что типа едьте и на девятом канале если что с ними связывайтесь ну там вроде открывается уже на вид на город ну в общем попробуем сюда заехать сейчас так ну вот все мы тушим мотор короче все мы уже здесь есть мы попали на пересменку через 20 минут они там поменяются и я пойду туда оформляться но здесь конечно все красиво цивилизованно и вообще мне пока внешне нравится ну прямо сильно больше куда живут полицей вот букачка ку висит это значит и сюда на оформление вебек приезжаем на лодке и пирс удобный по высоте вот ровно под нашу лодку так ну все мы все прошли это заняло там порядка двух часов просто долго все сделали красиво все расписали бумажечки все оформили просто заняло кучу времени короче в общем с чекином у нас все хорошо все прошло успешно сейчас мы запускаем мотор и идем в сторону сплита да сейчас вечер но мы так делаем ну вот выбираемся не цепляет я хорошо все но тут уже все красиво он мостик здесь слева марина светится разноцветно и мы такие все красивенькие выходим а вы свет зажгите пожалуйста ходовой ге большущие стоят на пирсе вы кстати не было военные какой великолепный здесь мост тут мы сейчас проходим этот мост и дальше нас ждет просто черни 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 что у нас утро мы находимся с вами хорватии проходим мимо прекрасных островов ночью мы их конечно же не видели и было немного стремно потому что они все все вокруг и и там мигают какие-то камни торчат мы между ними всеми прошли бог не что как бы в плане навигации просто пошли себе и прошли вот до сплита нам осталось 40 миль мы идем со скоростью 7 естественно моторим потому что ветра нету не зря говорят адриатика это дизел си а у нас лодка называется дизел панк поэтому все сходится вот это вот последний островок между которым и вот между этим мы проходим мы берем чуть-чуть поворачиваем на старборд и это у нас уже будет прямая дорога к нам на сплит посмотрите какие у нас условия абсолютно ровная водичка наш катамаран идет великолепно я наслаждаюсь утром вообще вам скажу что когда три человека в команде это сильно лучше чем два потому что так ты спишь два часа два часа не спишь а так ты у тебя вахта проходит два часа ты ложишься спать и четыре часа можешь отдыхать и потом еще раз то есть грубо говоря за ночь ты и спишь там восемь часов с перемен с промежутком на два часа когда можно подремать но сильно дремать не получится потому что сегодня у нас случилась такая история я просыпаюсь ну и так дремал чуть-чуть не то чтобы прямо спала так и смотрю лодка поворачивает в берег я думаю от блин что случилось может автопилот курс решил подкорректировать нет он продолжает вращение мы делаем 360 градусов а все почему отвалился автопилот почему непонятно я его включил обратно все стало хорошо но он отвалился бесшумно никаких тебе истерических пи 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 у меня на лодке когда отваливается автопилот меня даже холодильник об этом знает а здесь просто тихонечко тихоря чик и поехал куда-то по своим делам поэтому нужно быть внимательным и не спать если ты проходишь между каких-то объектов между которыми расстояние там достаточно небольшое но в нашем случае рисков не было то есть просто вовремя заметил но это к вопросу о том можно ли спать на вахтах да можно но не везде ну возвращаясь к вопросу от постоянно отваливающим ся айси ну это у нас айс опять конечно же свалился в рор почему-то на радио у нас 70 канал и даже выключается ничего себе в этот раз все стало легче это выключается радио они перевели на визор короче канал у нас 15 спутников и сейчас у нас отваливался здесь депресс позиция для этого не делать вот так туль и здесь становится все хорошо количество спутников наша сразу уменьшится короче вот такая вот тут история и вот в таком тяжелом режиме приходится селить а мы сейчас подходим уже к сплиту вернее даже рабочих трагиру потому что мы чуть чуть левее сплита идем и у нас тут естественно день полета все эти острова будут облетенены короче дрон улетел на остров сейчас мы к нему ближе подъедем и ребята будут его выезжать на берег искать у нас риски мишин но мы по времени вроде все успеваем буквально на пару минут у нас будет задержка и мы погребли вот видите вот эту бухточку которая сейчас вот такая небольшая вот где-то там плюс 30 метров наверх валяются дрон отпусти еще больше вообще вообще расслабь их полностью еще чуть-чуть нога телевизор тихо 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 все она сама свободно да но я не могу королев вот это вот особенности fpv то есть вот улетел дрончик где-то упал и идешь его собираешь но он упал на землю поэтому есть шанс что он все-таки где-то живой но это тяжело предсказать то есть может быть да может быть нет мы пока дрейфуем и смотрим я смотрю на лодку володя стоит смотрит на тузик а ник пошел наверх вот там ищет дрон просто прорывая ну куда-то туда наверх даже не понял что случилось получше стало вон лодка наша красиво очень выглядит давно здесь не вот тупо прямо вдоль этой стены надо идти или можно обойти слева здесь это все пошел просто через кусты они выглядят вроде как не очень жесткими внутри оказывается что они вот такие вот типа там грошу дерево внутри маленькая карликовая какой-то его тупо не согнуть через них сложно пролезть я увижу лучше помню бутылки лежит бро мы тебя спасаем среди аккумулятор был реально на тоника весел антенну задняя обломила возможно во время падения в остальном он вроде как живой величество конечно выглядит катамаран большая штука погода сегодня отлично и красиво очень красиво островок здесь размером типа 300 метров на 500 или что такое совсем маленький но вот я мудрился слава богу посадить дрон на остров а не мимо так аккуратно я немножко все равно порадился но это не страшно главное что мы все забрали и это произошло быстро что мы нигде не опаздываем крокс кстати очень удобно сейчас мы будем еще тузик обратно загружать это будет еще одна история на давай набери вот этого да блин ну хорошо давай я сижу просто в упоре так давай давай так вот так вот так вот так вот нет там крути его и вставлять да вот так я контролирую дистанцию до берега мы отъезжаем вот вот этого берега в сторону а вот к этому мы подъезжаем но не сильно то есть у нас сейчас все окей то есть мы дрейфуем но очень-очень медленно у нас даже спит 0 пишет но он просто не понимает с какой скоростью мы едем поэтому сейчас я ребята поднимают узик фикс и мы его все готово все поехали конечно очень красиво очень живописные острова конечно в хорватии очень классно с точки зрения того насколько тут все красиво и прикольно и то что сейчас не сезон потому что в сезон здесь мясо ну что что у вас произошло я даже не знаю мне стыдно очень что она упала но я не знаю что там произошло он просто упал надо еще раз фото из gopro пересмотреть внимательно может будет что-то понятно но на дроне все целое а может быть такой что за бутылкой я тоже подумал может аэродинамика с настолько хреновая что его просто как-то сдуло не есть и просто не справился и какую-то херню сделал я в общем-то проверял что центр тяжести был более-менее норм но возможно в полете с такой бутылкой это прочитать невозможно возможно мой реальность тяжело было но главное что спасли но ты шо спас спас спасательная операция прошла успешно вы молодец подписывайтесь на канал аника потому что там офигенный контент и там многое в пв ну собственно он про это и снимает да ребят если вам интересно эта тема чуть чуть более подробно то есть но не только посмотреть на красивые виды но и немножко узнать там про железки какие-то как это работает как это настраивается то переходите на канал посмотрите понравится останетесь короче друзья подписываемся на канал аника все ссылочки будут в описании и вот сейчас вы их видите на видео обязательно так вот наш красненький булочек и булочек а что это это не о тебе речь шла и красный будь вот это великолепие смотрите какие красивые здесь домики чисто такая хорватская архитектура которая мне кстати нравится нам сказали что на порт сайт нужно повесить фендеры немножечко выше чем waterline и на стерн два лайна потому что мы будем стороны заходить его на пирс вязать спереди у нас будет обычные муринги как вот средиземный муринг то есть спирса взяли поволокли наперед там прицепили на утки то есть простая швартовка сейчас посмотрим что там условиям ветер там не ветер но так все понятно а забегали муравьи вяжут свои шарики как хорошо когда крю четко знает что надо делать просто объясняешь как будет швартоваться а все дальше происходит самостоятельно спрашивают нужны ли мне фендеры насколько я буду контролировать и этот борт эту точку здесь не очень удобно вешать круглые потому что особо есть . опоры где-то для них чтобы если прижаться к стене они просто выскочат и все и не смягчат удар или касание придется сейчас не аккуратно это делать после контролируя заднюю часть также все таки есть лестница у нас для лестни мы можем достаточно далеко стать если что ну короче понятно ну вот еще одна особенность на этом катамаране просто сзади фендеры ну плохо цепляются тут я вам скажу но весьма плотненько и лодки дорогие так а а и Ну что, народ, вот и закончилось наше путешествие. Мы сейчас стоим в Марине Баутик. Это в Хорватии. Лодка успешно проехала 1186 миль. Мы проехали кучу стран, таких как Болгария, Турция, Греция, Албания, Черногория и прибыли в Хорватию. Список морей вы сейчас на экране видите. В общем, условия у нас были жесткие. Мы разобрались, как ходит данный катамаран против ветра, потому что вы много нас об этом просили и говорили. Катамаран отдельный тест мы запилили. В общем, немножко грустно, конечно же, расставаться с командой. Команда разъезжается. Но мы движемся вперед. Я сейчас лечу на Мальдивы. У меня там еще один перегон лодки. И после этого мы планируем стартовать в середине мая в Тихий океан. Поэтому не забывайте подписываться. Вас ждет сбереги много интересного контента. Я вам буду рассказывать, как же устроен этот мир яхтинга изнутри. Все, друзья. Обнял. До встречи. Пока. Пока.